В Ульяновск приехал волторнист с мировым именем Аркадий Шилклопер. Гость из Германии выступит с ульяновским оркестром духовых инструментов «Держава». Аркадий привез не только волторну, но и не совсем привычные российской публике инструменты. Это альпийский рок и флюгергорн. Уникальный джазовый музыкант живет в Германии, хотя родился, получил образование и нашел свои призвания в России. В 80-е годы он работал в ансамбле «Большой бас-квинтет», в оркестре Большого театра и в Московском филармоническом оркестре. Программу Аркадий привез самобытную и разноплановую. В ней есть его авторские композиции и даже народная тувинская песня. Программа, так мы ее не анонсировали, «Путешествия по странам и континентам». Даже будет одна пьеса, не моя, забыл про нее сказать, потому что мы ее никогда не играли. Называется она «Дагламер. Горы» – это тувинская песня. У нее есть автор со сложным, сейчас ее же не помню, именем. Аркадий Ефимович играет на многих духовых инструментах, включая и экспериментальных представителей семейства. Но именно Волторна остается константой. Она может звучать и в академическом концерте, и в современных стилях, основанных на классическом джазе. Любовь к медному инструменту, напоминающему гигантскую золотую улитку, пришла к музыканту в 8 лет. Когда маленький Аркаша только начинал творческий путь в местном доме пионеров, в оркестре Волторна не было. О ней он узнал на школьных гастролях от художественного руководителя. И вот мы однажды играли на конкурсе оркестров во дворце строителей, я помню, дворец культуры строителей. И вдруг он меня, значит, зовет, говорит, иди сюда. И мы пошли с ним куда-то вглубь, в какую-то дверь железную, коморка с решеткой. Он меня взял на руки. О, смотри, видишь, на гвоздике висит. Это была моя первая встреча с Волторной. Я увидел через решетку, в полу такой темноте. В исполнении Аркадия есть отличительная черта. Он никогда не играет произведения одинаково. Однако виртуоз оставляет ритм, темп и размер, изменяя мелизматику и тембры инструментов. Такая импровизация, не нарушающая строение произведений, пришлась по душе художественному руководителю державы. Я могу сказать, что это не импровизация. Можно назвать Аркадия Фимовича Шелклопера таким творцом музыки. Я о нем узнал еще, когда учился в музыкальном училище. Я слушал его записи. Я достаточно хорошо знаю его музыку. И все, что он делает, мне очень близко. С концертом артисты выступят на сцене Дворца творчества детей и молодежи. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.